ОМТВ ЮЭЙ про Головне. Один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы. Значит, вчера я сказал в своем ролике, что ни один боец спецназа Ахмад не сдался в плен. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя. К вашему пониманию. Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов Ахмад Чечня. Сколько?! Да ты что, охуел бьется?! Мы их видели. Все. Мы это признаем. Этих трех бойцов мы видели. Но когда вы говорите, что вы берете активно в плен бойцов спецназа Ахмад, извините меня, у вас нет ни одного бойца спецназа Ахмад. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь жанца мусором! Ран, ран, Вася, ран! 120 тысяч человек. Чтобы вы понимали, в Курской области до Путина жило миллион 300 тысяч человек. После 25 лет правления в Курской области остался миллион человек. Ну, такие вот достижения на сегодняшний день. Так вот, из этого миллиона, просто чтобы понятно было, больше чем каждый десятый, то есть 120 тысяч человек, уже выселены со своих мест, где они жили, и куда-то переехали. Кто-то живет в палатках, кто-то в спортзалах школ, кто-то ночует в автомобилях, а всего еще нужно эвакуировать, потому что линия фронта там в ширину и в глубину развивается. Я покажу карту обязательно. Линия фронта развивается активно в ширину и в глубину. Нужно еще 180 тысяч человек эвакуировать. Вот это социальные последствия. 300 тысяч человек, которые остаются без дома и будут жить в палатках, в спортзалах. Видели, когда-нибудь я показывал в других эфирах фоточки, как во время наводнений или пожаров. Живут просто в спортзале школы, кладут там 100 матрасов и прекрасно себе спишь. Хуже, чем в колонии какой-нибудь. 120 тысяч уже, еще 180 нужно. Вот социальные последствия. Вот о них можно поговорить. Две тысячи человек примерно родственники не могут найти. То есть куда они выехали, не выехали. И это еще отдельный большой вопрос. И я уже говорил, что людям, которые... И я прямо с этого начну, и этим, наверное, еще закончу передачу. Потому что у меня недавно была дискуссия с человеком, у которого родственники в Курской области. Я говорю, вывози, вывози немедленно, увози их куда-нибудь. Чего ты ждешь? А что, говорит, там? До них же километров 20. Там уже по-любому подтягивается Министерство обороны. Вот то самое новейшее вооружение, про которое великий вождь рассказал. Оно сейчас будет там, на передовой. И все, и все будет нормально. Вы поймите, это не только вопрос, что мирным жителям очень тяжело пережить военные действия, которые вокруг них производят. Это не только вопрос, что российская армия не умеет брать города, не уничтожая их. То есть, единственный способ взять город, мы это видели в Украине уже не один раз. Единственный способ для российской армии взять город, это город сравнять с землей. То есть, там не остается ни одного целого здания. И никакого мирного жителя там случайно может выжить один в подвале, если до него бомба не долетит. Никто там не выживет, ничего. А при этом украинская армия достаточно быстро расширяет территорию контроля и продвигается вперед. И это тоже еще не самое плохое. Дело в том, что до сих пор российская пропаганда и российский эстеблишмент комплексуют из-за бучи. Не то, чтобы их совесть мучить, такого понятия уже давно там неизвестно в окружении Путина. Слово совесть, наверное, уже никто не помнит, что это такое. Какое-то лишнее слово, ненужное. Но какой-то международный образ все-таки подпорчен. И как-то вспоминают им все время, а вот буча. Поэтому, если они будут отбивать Курскую область, им обязательно надо будет там показать зверство украинских солдат. Если для этого надо будет 2-3 сотни мирных жителей расстрелять, то, в принципе, никакой проблемы нет. ФСБшники вполне себе это умеют. Выведут, расстреляют и покажут. Смотрите, вот как зверствовала украинская армия. Там уже есть ситуации, когда путинские мальчики, пока вывозили жителей, эвакуировали, изнасиловали и убили двух девочек 19 и 20 лет. Пока они их эвакуировали, решили, что зачем их эвакуировать, если их можно изнасиловать и убить. Девушки успели написать домой родным, что к ним есть какое-то повышенное внимание со стороны вооруженных сил Российской Федерации, которые их эвакуируют. И оно их смущает это внимание и беспокоит. Но вот это внимание закончилось изнасилованием и убийством. То есть российская армия пока будет эвакуировать, может изнасиловать и убить. После этого еще придет украинская армия, постреляет, тоже кому-нибудь достанется. После этого российская армия будет отбивать все это назад бомбами. Там FAB 500 это самое малое, что там будет падать. А после этого еще придет ФСБ показывать, какие были ужасные зверства украинцев. После этого вообще ничего живого не останется. И в соседних районах тоже. Потому что ракеты и бомбы, знаете ли, падают постоянно в округе только в путь. И мы все это знаем. Если у вас есть какие-то родственники, друзья, знакомые в Курской области, срочно, срочно нужно не линейкой мерить расстояние до фронта. Тем более, что никто не знает объективного расстояния до фронта. Пробуешь смотреть в интернете карты, они все разные. 20 карт найдешь, все 20 будут разные. А бежать, бежать срочно хоть куда, хоть в палатку под Новосибирском. Там, конечно, мошка, но если сеточку повесить, то, в принципе, не сожрет за ночь. И хорошо лето, летом где угодно можно жить. Буквально 50-70 километров есть, все, бежать, не ждать, не слушать там, что Путин расскажет, как они там побеждают все дальше и дальше от границы с Украиной. Это, знаете, было в Египте, есть такая байка, не знаю, сколько она правда, но ее все очень любят в моем окружении, в Египте нельзя было писать про поражение. Ну, то есть, таких слов-то не было в языке у фараонов. Потому что божественный наместник фараон не может проигрывать бои. И вот историки, чтобы понять ход войны, они смотрят, что вот если победы все ближе к столице, то, наверное, война шла не очень хорошо. Вот это абсолютно точно, идеально описывает ситуацию в Министерстве обороны вокруг Курской области. То есть, они все побеждают и побеждают, но все дальше и дальше от границы с Украиной они побеждают. Все ближе к Москве и все дальше от границы с Украиной. Я вам покажу карту, покажу карту, давайте вот, можно карту на экран? Вообще, на самом деле, карт миллион, карт миллион, но это вот более-менее такая оценка снизу. Оценка снизу, в смысле, максимально консервативная оценка контроля украинцами территории. Вот смотрите, синее, это то, что я показывал в прошлом эфире. В прошлом эфире. Вот столько было, по минимуму, в прошлом эфире. А светло-желтое такое, тут, конечно, у всех разные мониторы, могут быть разные цвета, но вот такой близкий такой к светлому, такой желтенький, ближе к белому цвет, это то, что уже точно украинцы контролируют. Всего три дня прошло с прошлого эфира. Посмотрите, в два раза больше стала территория контролируемая. И еще темная красная штриховка, это тоже почти наверняка украинская территория. То есть это более-менее там свежие бои еще, но это более-менее контролируемая территория. И вот совсем светло-розовая штриховка, это то, где прямо сейчас идут бои, и там черт его знает, кто какую деревню контролирует. Видите, там синими стрелочками нарисовано, куда украинские войска двигаются. Вот, то есть, в принципе, пока до сих пор Министерство обороны никакую линию фронта и линию обороны сформировать не смогло за неделю. Сформировать не смогло, то есть реально отодвигается очень быстро фронт. Чтобы было понятно, потому что, я думаю, никому не количество сел, которых не 28, а 44 по самым скромным оценкам, никому вряд ли какие-то там квадратные километры ничего не скажут, я вам так могу сказать. Украинская армия за неделю смогла захватить в Курской области территорию, равную по площади территории, которые российская армия смогла захватить за весь 2004 год. Вот они с января по август уложив... Армия России ведет бои с ВСУ в районах Снагости, Коренева и Мартыновки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова